Доброе утро, уважаемые трейдеры! Обычно сконцентрированы ближе к концу недели, поэтому я думаю, что мы смело можем сказать, что, безусловно, нам есть сейчас о чем поговорить, потому что прошлую пятницу мы разобирали сразу несколько важных отчетов, которые были характерны как для сектора нефтянки, так и для, собственно, американской экономики отчеты. И еще, на что нужно было обратить обязательно внимание, это на статистику по инфляции по Канаде. Надеюсь, для тех, кто спекулирует канадским долларом, этот отчет неплохо поднял настроение, потому что на фоне тех данных, которые мы получили, я думаю, что уже абсолютно вообще не может быть никаких сомнений, что пара доллар-канадец заряжена только на движение в одном направлении. Это восходящая динамика, и скорость этой динамики будет находиться в прямой плоскости в зависимости от того, как быстро мы в ближайшее время столкнемся с ослаблением котировок нефти. Но, опять же, друзья, у нас традиционно каждую неделю есть, что отыгрывать и по нефтянке, остается только верить и оставаться преданными нашим прошлым инвестиционным идеям. В данном случае мы с вами ждем статистику в очередной раз уже от Американского института нефти, от Администрации энергетической информации, и ждем подтверждения того, что американцы и производители сланцевой нефти по-прежнему не собираются отказываться от прежних целей, выйти на позицию номер один по производству нефти в мире, и все действительно в плане вводных у них есть. Друзья, эта неделя обещает также быть довольно интересной. На этой неделе у нас еще больше статистики по штатам. Я думаю, что это будет прекрасным дополнением, точнее, она, в случае, если не расчарует, хотя абсолютно уверен в том, что у нас что-то действительно будут неплохими, будет хорошим дополнением к тем протоколам, которые мы разбирались с вами на прошлой неделе. Поэтому для тех трейдеров, которые спекулируют о американской валюте, к примеру, против основных конкурентов, либо просто торгуя индексом, безусловно, есть на что сейчас ориентироваться и чем можно будет торговать по факту уже самих отчетов. Речь идет о заказах на товары длительного пользования, речь идет о личных доходах, личных расходах, об индексе производственной активности АСМ, об индексе разгона инфляции. Это отчеты, которые разбросаны на протяжении, опять же, предстоящих торговых сессий в рамках всей недели. То есть это ревизы, которые сконцентрированы в рамках, скажем, одного дня. Поэтому будем следить за отчетами вместе, друзья, будем вместе их анализировать, разбирать и делать соответствующие выводы. На что особую ставку необходимо будет сделать, так это на выступление Джерома Паула, который, как вы знаете, после Терезы Мэй стал новым главой, точнее, после Джанет Йеллин стал новым главой терроризированной системы. Это не то, чтобы первое выступление Джерома Паула, но я думаю, что первое выступление, которое будет забиловать конкретикой и, наконец-таки, позволит ответить на вопрос о том, будет ли он действительно поддерживать и продолжать политику Джанет Йеллин, либо все-таки этот курс, проводимый денежно-кредитной политикой, и претерпит определенные изменения. Ну, я забегая вперед, сразу хочу сказать, друзья, то, что это один из самых, скажем, известных соратников политики Джанет Йеллин, поэтому уверен, что, собственно, завтра, в момент его выступления, мы лишь получим еще и на подтверждение того, что американский регулятор будет и дальше привержен ставке на нормализацию денежно-кредитного курса. Поэтому политика высоких процентных ставок, которая была начата еще при Джанет Йеллин, она будет продолжена и при нем. Как отреагирует доллар на это? Ну, это большой вопрос, я думаю, что окончательно ответ никому неизвестен, но все-таки еще один сигнал в пользу жесткой политики будем расценивать как хороший фундамент для поддержки доллара, ну, а как поведет себя американец уже по факту, покажет, конечно же, время. Будем верить то, что реакция будет более-менее аналогичной. И под конец недели у нас еще статистика по экономическому росту Канады. Я считаю, что это будет заключительный аккорд для того, чтобы участники рынка окончательно уже разуверились в том, что Банк Канады может отважиться на повышение процентных ставок в ближайшем 2-3 квартала. Я думаю, что последние отчеты явно указывают на то, что точно нужно притормозить свою проактивную позицию в данном вопросе и лучше уж надеяться и в данном случае молиться на то, что прошлое решение не приведет к еще большему экономическому спаду. Хотя, наверное, экономический спад – это слишком громко сказано, но к ухудшению экономической культуры это совершенно точно, потому что отчеты, которые мы с вами собираем по Канаде в последние две недели, явно указывают нам на то, что потребители совершенно не адаптировались к новым экономическим условиям и более высоким процентным ставкам. Ну, это так, прелюдия, друзья. Давайте теперь чуть подробнее поговорим про основные идеи. Нефтянка у нас, с вашего позволения, особо сейчас детально останавливаться не буду, потому что за минувшую такую сессию, то есть за сессию пятницы, особо ничего интересного не произошло. Ну, единственное, что мы имели возможность проанализировать еще один отсчет по рынку нефти – это данные Бейкерфюс по количеству терминалов. Рост на одну единицу – 799, а с 798 сейчас. Поскольку все-таки трейдеры, да и мы с вами, как продавцы, в последние недели привыкли несколько к другой статистике, привыкли к более высоким показателям увеличения добычи, привыкли к более большим, скажем, и существенным шагам, сделанным в направлении увеличения количества терминалов, столь символичные цифры являются своего рода разочарования. Ну, это локально можно оправдать таким образом. Но это не значит, друзья, то, что не получив сигнал, скажем, о росте количества терминалов и не увидев цифры, такого прироста на 5-6 единиц, мы сейчас должны переживать за медвежьей перспективы нефти, считая то, что прежняя ставка наслабления была слишком опромиссивым таким решением. Я считаю, что, может быть, даже вот эти комментарии с моей стороны являются сейчас излишними, но мы все-таки должны на ежедневной основе разбирать то, что происходит на рынке нефти. И я лишь повторяю, друзья, то, что не обращайте внимания на локальные, не совсем удачные для продавцов подсчеты. Они не меняют ни в коем случае тенденцию. И мы, как и работали с данными, которые, скажем, в плоскости месячных интервалов указывают на существенный рост добычи, производства нефти США, так с этими тенденциями и продолжаем работу. Поэтому локальным отчетом на ваше настроение влиять нельзя. И я надеюсь, что вы разделяете такую же позицию. И особо в плане изменения активности это никак на позициях не сказывается. Поэтому, получив сигнал по приросту количества терминалов плюс на одну единицу, мы лишь убеждаемся в том, что американские исландцевые производители все-таки идут на ту цель, к той цели, которая была обозначена раньше. Это 10,6 миллиона баррелей до конца первого полугодия, собственно, 2018 года. Мы замахнулись даже на то, что к концу 2018 года американским производителям удастся достигнуть рекламки в 11 миллионов. Но теперь нам нужно лишь следить за статистикой и ждать, и смотреть, как эти идеи ожидания прорабатываются в цифрах. Очень большую ставку я делаю на предстоящий отчет от администрации аналитической информации. В прошлый раз производство нефти просело на одну тысячу, друзья. Это, конечно же, ерунда, можно сказать, что никаких изменений в объемах добычи не произошло, но, собственно, этот отчет немного ручаровал на локальном продавцов. Ну, надеюсь, что в этот раз статисты отыграются и смогут снова поднять настроение тем, кто хотят видеть нитянку гораздо дешевле. Поэтому в случае прироста нефтедобычи, там, снова на несколько десятков тысяч баррелей, вполне реально, мы также полномерно и быстренько вернемся к медвежьим тенденциям. Рубль 56,05, ну, на фоне восстановления нефти. Сейчас российская валюта получает максимум позитива, хотя, может быть, даже этот позитив связан не с тем, что происходит на рынке нефти, а уже с весьма актуальной политической темой, все более близкими и близкими президентскими выборами. Я надеюсь, что здесь, ну, выводы также очевидны. Конечно же, на фоне определенных лоббий отдельных кандидатов в этих выборах и за определенный уровень, ну, скажем, легитимности такой заочной отвечают и российские монетарные ведомства, и, может быть, есть директивы сейчас делать макроэкономическую конъюнтуру максимально стабильным, чтобы не провоцировать каких-то ненужных настроений и неправильных разговоров об ухудшении в целом экономической обстановки. Конечно же, мы тоже про это говорить, друзья, не будем, но все-таки не забывайте, что российская экономика это не развивающаяся площадка, чье благополучие зависит от стоимости на энергетические ресурсы. Если уж совсем покопаться в этой теме, я надеюсь, что многие из вас следят за отдельными показателями состояния российской экономики, следят, к примеру, за емкостями российских фондов будущих поколений, резервного фонда, фонда национального благосостояния, хотя, как вы знаете, резервного фонда уже, собственно, нету, да и можно сказать, что фонда национального благосостояния уже нету, их упразднили, вместо них ввели один, единый фонд, который позволяет сейчас, в том числе, такие изменения, использовать эти средства и для латания ДРФ в бюджете российского федерального бюджета РФ. Это все печально, конечно же, друзья, потому что даже высокие цены на нефть сейчас не позволяют наполнять эти российские резервуары ликвидности. Это тревожный сигнал. Я думаю, что здесь не нужно каких-то строить чрезмерно оптимистичных ожиданий, прибавить в каких-то иллюзиях того, что ситуация улучшается. Ничего подобного ситуация, к сожалению, не улучшается. И если мы сюда прибавим еще реализацию весьма мрачного и печального сценария с возможным и весьма вероятным ослаблением цен на нефть, я думаю, что грядут не самые лучшие времена для российской экономики. Выводы здесь нужно делать, конечно же, заранее. Но ориентируясь на курсы рубля, все-таки очень преждевременно делаю ставку на большее укрепление. Потому что даже при высоких ценах на нефть мы так и не пробились, скажем, ниже 55,50, даже ниже 56. Если вы в начале этого года все-таки не проявили активность с ставкой на девальвацию, то есть вы могли бы уже заработать. Да, рубль сейчас укрепился, но согласитесь, рубль стоил и 60 уже. Я считаю, что сейчас можно снова повторить отработку данного сценария, поэтому проявлять интерес к рублю сейчас нужно только с точки зрения продажи против основных валютных конкурентов. И эти операции принесут доход в любом формате. Через спекуляции на рынке Форекс, через спекуляции на московской валютной бирже, либо через обыкновенные физические обменники, когда вы меняете рубль. Тем более, что мы знаем, что произойдет и может произойти с нефтью в ближайшее время. Доллар японская, иена. Ну, здесь, в принципе, тоже мы обо всем самым важным уже поговорили. На минувших торговых сессиях мы задавались вопросом, почему сейчас доллар не отрабатывает сильный фундамент. При этом у нас были найдены ответы, даже несколько. Напоминаю то, что причины локальной слабости американской валюты против иены могут открыться в том, что меняется явно позиционирование трейдеров. Многие закладываются под изменения политик, но не ФРС, а того же самого Европейского Центрального Банка, но, в общем, других регуляторов, которые не были на передовое обсуждение, как ФРС. То есть, здесь логика простая. Якобы от повышения процентной ставки, которые грядут в рамках ФРС, уже все устали. Это якобы давно заложено в цену. Ну, не торопитесь с такими выводами, потому что, я думаю, что уж точно не до конца. Поэтому доллар еще может отработать восстановительную динамику, тем более на фоне роста доходности американских облигаций, потому что понемногу, ну, не так быстро, как хотелось бы, но корреляция восстанавливается, и обычно на восстановление трежериса доллар должен реагировать ростом. А сейчас пока мы не видим должной реакции в американце, но, опять же, еще не вечер. Мы сейчас торгуемся ниже 107, друзья. Я считаю то, что на этой инзеле, учитывая содержание экономического календаря, есть несколько достойных поводов, за которыми можно сцепиться, чтобы прокатиться на росте доллара потенциально. При этом мы можем искать даже более выгодные дуэты доллара с прочими дисковыми инструментами, чем против защитного актива японского валюты. Потому что здесь, оценивая то, что может произойти с этой валютной парой, появляется сразу несколько дополнительных вводных, и самое главное из них – это те тенденции неблопрятные, которые могут возразиться на американском фондовом рынке, которые снова повысятся просто на защитные инструменты, и тем самым заставят нас лишь смотреть на происходящее с сожалением и ждать, когда же настроение улучшится. Но все равно в отношении доллара я хочу напомнить, друзья, то, что у нас есть довольно очевидные сигналы представителей американского регулятора по факту протоколов прошлой недели. Тезисно, опять же, говорить не буду. Если вас интересует данный новостной фонд, вы можете посмотреть прошлый брифинг. Мы детально говорили про основные вехи, скажем, этих заявлений. Но я еще хочу добавить то, что в январе действительно мы решения ФРС о процентных ставах не дождались. Все не рассчитывали на него. Но судя по последним протоколам, соответственно, уже последующего заседания, у нас есть четкое понимание, что представители ФРС стали более уверены в перспективах роста национальной экономики и более уверены в том, что все эти изменения, которые уже произошли, являются хорошим базисом для повышения процентных ставок. И после протоколов у нас было выступление Вильямса, Лоретта Мейстер и Дарли. И, собственно, все они в один голос, как и стала еще ясность протоколов, считают то, что ставки нужно повышать. Поэтому вероятность того, что в марте мы с вами получим это решение долгожданное, превышает сейчас 92-93%. Если на этой неделе статистика недоощрует, мы будем вводить уже по стопроцентной вероятности. Будем надеяться, что доллар отработает эти ожидания так, как должен отработать. Чтобы далеко не отходить от фондового рынка США, хочу привести вам со ссылкой на Холмсакс один довод, который является еще, скажем, одной идеей, которой можно воспользоваться, если вы, к примеру, так же, как и я, видите, в этом рынке больше потенциала ослабления в ближайшее время. Причин тоже может быть несколько. Можно цепляться из-за негативных эффектов от роста процентных ставок для фонды, которые еще проявятся. Можно говорить про то, что экономике придется трудно. В разрешении проблемы, связанной с ростом дефицита бюджета, мы говорили про цифры свыше 1 трлн долларов из-за реализованных реформ по бюджетным расходам и налоговым послаблениям для корпоративного сектора. Но, наверное, самая важная идея все-таки упирается в то, что произойдет с американским долговым рынком, в том случае, если доходности, точнее, фондовым рынком, если доходности трежереса так и останутся в устойчивой тенденции роста. И Goldman Sachs позволил себе провести стресс-тест, где сравнивались показатели доходности вестилеток с тем, что произойдет с капитализацией основных бенчмаров фондового рынка. Ну, они обычно ориентируются на S&P. Так вот, в том случае, если доходности трежерес продолжат расти, достигнут 4%, американский фондовый рынок рупит на 25%. Я склонен полагать, что это расчет, который базируется, опирается на очень много математических алгоритмов, которые имеют очень такое широкое подтверждение накопленным опытом, как говорят big data. И сомневаться в этих стресс-тестах не нужно, ну, хотя бы потому, что они были проведены в волном массаже. Да и я вам тоже говорил, друзья, чем выше сейчас будут задираться доходности трежерес, тем болезней придется американскому фондовому рынку. Я жду достижения психологической планки по десятилеткам в 3%. До нее остается, ну, в буквальном смысле один шаг. И чем лучше сейчас статистика будет выходить, тем больше на возможностей у американских финансовых ведомств будет разогнать, собственно, данный показатель американских облигаций. И вы помните, что в пятницу мы еще с вами говорили, почему трежерес будут и дальше котироваться на высоких показателях доходности, учитывая, сколько денег сейчас нужно американской экономике. А самый лучший инструмент сохранить интерес со стороны инвесторов, а сейчас к этим облигациям, это держать доходность на высоких уровнях, которые заставляют, собственно, трейдеров, точнее, не трейдеров, а институциональных инвесторов трястись, чтобы оказаться в этих бумагах, а не оказаться в стране. Поэтому мы видим то, что Минфин размещает облигации, спрос на эти бумаги превышает предложение. Увеличение то, что картина не изменится, поэтому я считаю, что, несмотря на прогнозы Голлман-Сакса, то, что 4% могут быть достигнуты только в 2019 году при неизменности текущих трендов, я думаю, что мы можем даже приближать, собственно, сроки и быть абсолютно правы, потому что при трех повышениях процентной ставки, при сохранении трендов выхода сильной статистики, мы можем достигнуть этого показателя чуть ли не, скажем, в первом квартале уже 2019 года, а может быть даже и в конце 2018. Почему бы нет? Посмотрите, с каких уровнях мы поднимались по десятилеткам с начала этого года. Сейчас уже практически 3%, поэтому мы можем ориентироваться на любые цифры. Евро против доллара. Друзья, в пятницу у нас вышла статистика по инфляции, я надеюсь, что вы ее не проигнорировали, потому что она в том числе и стала причиной ослабления курса евро, но самое главное на фоне тех данных, которые мы получили, и инфляция в месячном выражении снизилась на минус 0,9%. Ну, и этим, собственно, все сказано. Индекс потребительских центров продолжает снижаться. Эта тенденция сохраняется. Очень сильно просел базовый индикатор инфляции, минус 1,7% в месячном выражении с прошлого роста на 0,5%. И фактически, друзья, на фоне этих данных нужно окончательно уже разувериться в том, что Европейский центральный банк каким-то чудом посмеет, скажем, вмешаться в текущую экономическую политику в плане ее ужесточения. Да нет, конечно же. Даже до выхода этих данных и ЦБ сам. Заверял нас в том, что до появления устойчивых инфляционных ожиданий никаких изменений не будет. А судя по всему, инфляционные ожидания не просто далеки от каких-то стабильных показателей, от стабилизации. Они до сих пор не могут выбраться из тенденции, которая предполагает ослабление инфляционного давления. Это очень плачевный сигнал. Поэтому на фоне этих данных долгосрочно я, в принципе, вообще не рекомендую и не рекомендую занимать длинные позиции. И больше даже считаю, что целесообразнее сейчас делать ставку на отходску уровня для продажа. Хотя этим мы с вами занимаемся уже многие недели, друзья. Текущие котировки по евро-доллару, они, конечно же, очень по-прежнему высокие. 1,2310. Я считаю то, что справедливый курс евро сейчас ближе к отметке в 1,20. А там мы же снова посмотрим на то, что будет озвучено и сказано со стороны европейского регулятора. Фунт против доллара. Тоже ничего не меняется. У нас на азиатской сессии есть небольшой интерес к британцу. Мы тестируем уже уровень 1,40. Я уверен, что на этой неделе прорвемся гораздо лучше, потому что и прошлой неделе нам доказалось, что рынок крайне чувствительен к любой индикации состояния активности потребителей. И мы получили отчеты по уроничной продаже, мы динамики заработных плат. И везде, собственно, сигналы того, что Банку Англии нужно менять политику, нужно повышать процентные ставки и делать это как можно скорее. Поэтому ждем в мае, ждем это решение, которое непременно должно быть принято. И, соответственно, готовимся уже к этому майскому заседанию и к решению ростепроцентных ставок заранее. Каким образом? Да и путем покупки британца против основных инструментов. Фонд должен вырастить, тем более, что у нас также есть еще оптимистичное ожидание, что Тереза Мэй все-таки сможет обеспечить соглашение по переходному Брекзиту в момент выхода окончательно уже Англии из состава Европейского Союза. Я этих надежд также не оставляю еще. Доллар канадец. Ну, друзья, в пятницу, как я уже отметил, данные по инфляции явно разочаровали всех тех, кто еще видел определенную и питал надежду на то, что Банк Канады сможет вернуться к жесткой риторике и к разговорам о том, что ставки снова будут повышены. Но индекс потребительских цен в годовом выражении, как мы предполагали, просел с 1,9% до 1,7%. Это еще один сигнал и еще одно доказательство того, что активность потребителей на фоне более высоких процентных ставок начинает притормаживать. Потому что жесткая политика повлияла на курс, курс повлиял на инфляцию. И вот этот замкнутый круг в конечном счете и уже вылился в охлаждение рынка недвижимости, в более слабый рынок труда. И поэтому на фоне основных компонентов, которые влияют на экономический рост, в эту пятницу, когда выйдут данные по экономическому росту, я считаю, что мы смело можем ставить на плохую статистику и ставить на то, что канадец не сможет не отреагировать на нее, кроме как к ослаблению. И я ожидаю просадку в момент выхода плохих данных не меньше, чем на фигуру. Поэтому по USDCAD мы сохраняем длинную позицию и ждем пару в районе 1,29-1,30. Но те, кто давно в позициях, может быть, уже устали от канадца, вы можете фиксировать себя профит, если обоязненно, скажем, находиться дальше в длинных позициях по мере теста отметки 1,28. Друзья, на этом, собственно, все. Сегодня день явно не пристрелит интересными событиями, но это не значит, что мы можем остаться без интересной волатильности. Не забывайте о том, что в понедельник рынок обычно отходит также от событий минувшей выходной, правда, ничего интересного не случилось, но и продолжают отыгрывать события минувшей недели, которых, как вы уже поняли, было очень много. Поэтому сохраняем наши прежние сделки, ищем дополнительные новости, которые позволят нам укрепиться в наших ожиданиях, следим за информационным фоном, ну и, разумеется, совместно анализируем то, что на площадках происходит. Да не забывайте, что сегодня в 16.30 состоится вебинар «Правильный понедельник». С удовольствием вас я туда приглашаю. Еще раз поговорим про неделю минувшую, посмотрим на основные события текущие и поставим среднесрочные целевые ориентиры, которые имеют высокую вероятность отработаться в рамках текущих 5 дней. На этом, друзья, это все. Огромное всем спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok